Самые основы нашего рождения тесно связаны с лунными циклами. Если эта энергетическая система пройдет через 1008 полнолуний, которые происходят примерно за 84 года, то с очень небольшой помощью человек сможет выйти за пределы циклов рождения и смерти. Главным источником энергии на этой планете является Солнце, а ваше тело — лишь частичка планеты. Так что влияние Солнца на все в этом мире поистине огромно. Однако Луна из-за своей близости к Земле также имеет огромное влияние на наши системы, несмотря на то, что она не генерирует энергию, как Солнце. Так что если мы хотим понять, как устроены жизненные процессы, что происходит с нами вовне, мы обращаем внимание на Солнце. Но когда мы хотим понять, как происходит жизнь внутри нас, мы обращаем внимание на Луну. Влияние Луны на наши системы неоспоримо. Самые основы нашего рождения тесно связаны с лунными циклами. Естественные биологические циклы женского тела и лунные циклы связаны на сто процентов. В этом нет сомнения. Так что сам источник нашего рождения связан с движением Луны. Потому что физиологически наше рождение и наша жизнь укоренены в этом. Во многих аспектах, я бы сказал, обычно, но не всегда, в целом, женщины более чувствительны к жизни, потому что их тело говорит на языке Луны. Необходимо понимать, что такое исчисление времени. Часы не исчисляют время. они ничего не знают, они просто двигаются механически. Но тело человека знает время по-другому. и это не механический процесс. Несмотря на то, что движение планет, Земли и Луны тоже в каком-то смысле механическое, но последствия влияния, которые оно имеет на нашу жизнь, которые оно имеет на нашу жизнь, отнюдь не механические. Это живое воздействие. Это влияние можно испытать невероятно мощным образом. если в процессе развития энергетической системы она станет свидетелем 1008 лунных циклов, которые происходят примерно за 84 года. Если вы завершите 7 солнечных циклов и 1008 лунных циклов, то энергетическая система созреет до такой степени, что вы сможете легко расцвести, даже если не знаете никаких духовных практик. Это может с легкостью произойти после смерти. Если ваш дедушка умер после достижения 84 лет, вы можете быть уверены, что он не вернется. Возможно, он не достигнет освобождения, муктий, но он не вернется. Он перейдет в другое состояние. Если же у него была саддана и немного осознанности, если он ушел даже с небольшой осознанностью, то он точно не вернется. Если у вас получится прожить 7 солнечных циклов и 1008 лунных циклов, тогда вы сможете разорвать определенную связь с Землей. Когда ваша связь с планетой разорвана, то даже с небольшой помощью вы можете легко выйти за пределы циклов рождения и смерти. даже если вы ничего об этом не знаете. Вы разорвете связь с планетой, с ее материалом, с памятью, которую несете в себе, когда связь с Землей разорвана, то остается проделать совсем немного работы. Если в вашем окружении когда-либо был человек такого возраста, то вы, наверное, замечали, что какими бы чертами этот человек не обладал, каким бы ни была его личность и поведение, где-то между 83-мя и 85-ю годами эти характеристики сильно менялись. Допустим, если кто-то был очень воршливым, вы увидите, что после 84-85 лет внезапно он превратится в очень жизнерадостного и приятного человека или случится что-то еще. В характере человека произойдут серьезные изменения, потому что тиски кармы, которые удерживают его в определенной схеме поведения, ослабнут. Вот причина, по которой мы говорим, что если человек умрет после 84 лет, прожив 1008 лунных циклов, даже если этот дурак никогда не имел радости созерцания полной луны, его глаза никогда не смотрели на нее, но его физическая форма ощущала их и прожила их. И тогда его кармическая структура ослабнет. Когда кармическая структура ослаблена, человек не может быстро найти другое тело. Ни одно чрево не примет его. Это значит, что он будет оставаться где-то, и мы сможем очень легко ему помочь. Ему не нужно будет проходить через еще один процесс, даже если он прожил жизнь абсолютно невежественно. Вот в чем значимость долгой жизни. Люди всегда благословляли, желая долгой жизни. Не обязательно, потому что вам радостно жить. Даже если вы несчастны, живите долго, чтобы мы избавились от вас навсегда. Потому что, когда ваша кармическая структура ослаблена, найти другое чрево становится трудной задачей. Не невозможной, но трудной. так что, такое будет происходить с некоторыми, даже если они никогда не знали какого-то духовного измерения своей жизни. Так что, если вы ни на что не годитесь, хотя бы проживите достаточно долго. Только не делайте этого рядом со мной. Если вы несчастны, будьте несчастны где-то в другом месте и приходите, когда вам исполнится 84 года. Мы бы хотели жить с радостными людьми. А в 84 добро пожаловать. Субтитры создавал DimaTorzok